добрый день уважаемые коллеги тема нашей сегодняшней встречи использование подручных средств на уроках иностранного языка и не только мне бы очень хотелось чтобы наша встреча сегодня была похожа на интерактив чтобы мы обменивались мнениями комментариями замечаниями какими-то дополнениями потому что тема такая очень практикоориентированная да и возможно у многих есть какой-то опыт цены которым они могли бы дополнить тезисы моего сегодняшнего выступления итак давайте приступим а сейчас у нас на рынке есть огромное количество всяких наглядных средств разработок учителей да которые они с охотой выкладывают в социальных сетях а также на специальных ресурсах на специальных сайтах разработки с каждым годом становятся все более совершенные технические и с методической точки зрения что не может не радовать да однако разработки эти в большинстве своем предназначены для онлайна заточены именно под индивидуальный или под групповой формат занятий в онлайне и встает вопрос как же иногда немного освежить взбодрить стряхнуть класс или группу небольшую с которым мы занимаемся в оффлайне на уроке в школе или в частном образовательном центре где у нас скорее всего речь идет о мини-группах мини-группах возможно разновозрастных и разноуровневых когда у каждого своя мотивация свой уровень мотивации у кого-то более высокая у кого-то низкая а вот сегодня поговорим о том как можно быстро сориентироваться ли возможно переориентироваться например в такие моменты когда вы видите что класс не рабочий сегодня вот они сегодня не настроены работать они сегодня чем-то выбиты из колеи и быстренько надо переориентироваться и ввести какой-то игровой момент но с пользой да с пользой для процесса возможно вы начали какую-то новую тему или хотите закрепить уже пройденный материал надо что-то делать но традиционные средства да наши учебники рабочие тетради презентации не работают вы понимаете что сейчас не их время как можно переориентироваться с помощью чего быстро ввести какой-то игровой момент ваше занятие разнообразить ну для начала буквально несколько слов о том почему наглядность вообще важно в учебном процессе я добавила этот маленький момент не потому что я предполагаю что кто-то этого не знает конечно мы все знаем просто возможно пригодится для ваших каких-то разработок отчетов и так далее а эту презентацию вы сможете скачать там есть ссылки на первоисточники возможно используйте в каком-то своем докладе или в работе письме и так почему же наглядность важно все мы знаем что преподаватель в своей сфере стремится к повышению эффективности до результативности своих заданий занятий все мы работаем на результат а для того чтобы этот результат получить наших только с вами усилий конечно недостаточно здесь вы можете со мной поспорить но я считаю что от ученика от его вовлеченности от его отдачи зависит но как минимум 50 процентов успеха если вы согласны поставьте пожалуйста плюсик или огонечек в чат мне будет приятно знать что со мной сегодня единомышленники а так вот чтобы сделать процесс обучение более эффективным да спасибо нам нужна большая вовлеченность максимальная вовлеченность чтобы ученику было не только интересно да но и чтобы мы могли контактировать взаимодействие со всеми его органами чувств до чтобы шло зрительное восприятие визуальное потом аудиальное по тактильное и любое то есть моторная возможно память чтобы было воздействовать вот чем больше мы каналов задействуем тем будет лучше возможно вы это вспомните из своей может быть студенческой юности когда вы учили огромное количество материала на сессии очень помогало когда вы выделяли определенные фрагменты текста текстовыделителем да или заучивали какие-то отрывки шагая по комнате в ритм задавая определенный ритм это потом откладывалось и на экзамене вы вспоминали именно то как вы шагали и что вы на этих шагах говорили или что вас там было розовым или салатовым выделено в тетрадочке и вы вспоминали это рассказывая экзаменатору материал также и у наших детей которых мы сейчас учим это тоже все остается актуально и так наглядность мобилизует психическую активность учащихся помогает усваивать язык более осмысленно и с большим интересом да думаю все согласятся что при использовании наглядных средств мы детей заинтересовываем да мы получаем их внимание они начинают вот так вот как по щелчку в процесс включаться и это конечно работает на результат в долгую да потихоньку маленькими шагами но это работает другие плюсы наглядности снижает утомляемость утомление да возможно вы замечали что если к вам ученики приходят на свой шестой седьмой или восьмой урок то и вы уже не те не так свежи как были с утра и они уже не те а если включить в занятие какой-то неожиданный такой поворот да эту игру какую-то то эти вы их немножечко подстегнете и мобилизуете на работу дальнейшем да о том что повышаете интерес к своему предмету мы даже не говорим это само собой разумеется а тренируем творческое воображение задача одна из задач из важнейших задач образования это развитие у ребенка творческое мышление не только аналитическое до критическое мышление но и творческое мышление воображение в целом использование этих средств значительно облегчит вам жизнь да и процесс обучения в целом и наглядное средство можно использовать на самом деле на любом этапе когда вы объясняете новый материал у младших классов это может быть какой-то персонаж который вместе с детьми проходит от темы к теме ну например в мое время в мое детство это был какой-нибудь незнайка сейчас можно кого-нибудь посовременнее придумать какого-нибудь не знаю смешарика до который вместе с детьми а что-то новое узнает перед ним в начале уроков к начале каждой темы стоит какая-то проблема как же научиться говорить о том что у меня есть как же мне описать свою комнату на английском языке вот он вместе с детьми потихоньку вас случится то есть как бы такой мини-сериал можно использовать в качестве закрепления знаний на этапе закрепления знаний тоже можно ввести какие-то и игры с наглядными эти материалами да например у вас был первый урок вводный вы даете какой-то текст или какую-то лексику а инициируете тему каким-то видео возможно да и учеников накопился солваре определенный запас новых слов которые надо как-то закрепить потом актуализировать вывести в речь вот пожалуйста для этих этапов также существуют игры и различные материалы также на стадии формирования умений навыков и проверки усвоения материалов тоже можно использовать различные игры а какие именно поговорим вот буквально скоро и так а я сегодня расскажу вам о десяти примерах до игр буквально вот с тем что есть под руками да все эти активности не требуют долгой подготовки а с вашей стороны иногда даже ничего нового с вашей стороны не требуется делать да то есть что-то там специально готовить вырезать клеить не надо это все гораздо легче делается а большая часть этих активностей мною было выявлено прочитано и переварено усвоена и применена на практике из книги джона хьюза идти педи то есть english teaching педи а вот и и там тысячи активностей название книги будет вот в конце презентации давайте посмотрим что нам предлагают методисты во главе с джоном хьюзом первая игра у джона хьюза называется king's game правила игры перед приходом учеников раскладываем несколько предметов ну например вы проходите тему фрукты и овощи еда вы можете принести от ребенка возможно у вас остались вот эти вот пластмассовые яблочки огурчики помидорчики и так далее или например вы проходите тему школьные предметы канц товары и так далее там вообще все просто можно разложить карандаши ручки линейки стерки точилки и так далее в общем раскладываем на столе или на чьей-то партии накрываем пледом или полотенцем или платком шарфом что есть под рукой ждем учеников ученики приходят начинаем урок открываем этот волшебный плед или шарф снимаем и даем 10-15 секунд чтобы запомнить эти предметы затем снова накрываем и просим назвать их все сначала не просто назовут там кью камбар патри и так далее а потом вы попросите их сказать а что это были за предмет а какая у них была форма какой цвет какой размер тут пожалуйста можно уже в подключить тему порядок прилагательных предложений и об этом мы еще поговорим об этой теме у нас будет активность именно по этой теме а вариации этой игры начало такой же как в пункте первом но здесь вы усложняете уже задачу меняете положение предметов добавляете новые убираете что-то уже из увиденного учениками один два предмета из десяти например вы убрали подложили что-то новое пускай они ответят что появилось а что ушло да что было лишнее опять таки смотрите насколько это вписывается в тему насколько это релевантно какие предметы можно использовать может быть у вас остались карточки или есть карточки по той теме которые вы проходите можно использовать и flash cards карточки свободны так третья игра у нас называется волшебный мешок приносим какой-то пакет или вот сейчас с наступлением с приближением новогодних праздников можно использовать мешок деда мороза из фикс прайса там до за 50 рублей что-то такое что есть дома что-то красное возможно там украсить чем-то можно какой-нибудь ленточкой мишуры в общем что-то такое красивое яркое непрозрачное чтобы они не видели что там и также туда загружаем эти 10 предметов до по изучаемой теме здесь уже важно чтобы это были не карточки а именно то что можно пощупать с интересным рельефом может быть фигурки животных дети играют у нас в зоопарк да у них есть вот эти специальные такие пластмассовые наборы там уточки слоники и лошадки и так далее если вы проходите тему животных а также овощи и фрукты если проходите тему еда констовары и так далее в общем смотрите что у вас затем возможно вы с геометрическими фигурами там поэкспериментируете да с мягкими игрушками тогда ученик будет вот по фактуре определять что же это такое вариации несколько один ученик вызывается до подходит нащупывает что-то в мешке пытается описать то что он чувствует а остальные выкрикивают свои версии говорят что это или а ученик стоит один стоит у доски спиной к мешку к вам а группа видит что вы достаете из мешка а он не видит и вот они ему подсказывают а например it's yellow it's big или it's orange или он им задает вопросы yes and no questions наводящие вопросы на которые можно ответить да или нет заодно и потренируйте порядок слов вопросительном предложении и пытается выспросить у своих одногруппников одноклассников что это да и отгадывает тут можно уже соревноваться на призы на очки вот как как вам удобнее смотрите следующая активность под названием альтернативы группа садится в круг в центр водящий в данном случае вы учитель а помещает разные предметы ну я тут использовала шляпу но на самом деле вы можете использовать любые предметы просто как вариант вот головной убор какой-то да или возможно пенал pencil case что-то что можно использовать креативно несколькими способами что-то такое неоднозначное а вот помещаем этот предмет предмет в центр ученики по очереди его берут и описывают необычный способ его применения например при помощи пенала можно поговорить по телефону то есть приложили его куху и показываем что мы говорим по нему как по телефону или мы можем сложить в пенал деньги мы используем его как кошелек то есть вот здесь вот стимулировать их речевую активность i will use this pencil case as a purse as a wallet to keep my money или i will use this hat to bring some food например да можно принести в шляпе еды домой любой даже смешной возможно какой-то глупый способ все будет работать на развитие их воображение конечно же речевых навыков потому что говорят они очень с большим трудом и неохотой не то чтобы они это не умеют может быть даже хотят но бывает что стесняются что их засмеют одноклассники особенно в предподростковом и подростковом возрасте далее что подумают что он пытается выслужиться на там учительский любимчик или что-то а вот в такой игре веселой стираются вот эти вот немножечко границы и разговорная речь идет более чуть более свободно поэтому я всячески выступаю за такие активности чтобы раскрепостить и немножечко сплотить класс или группу следующая игра у джона хьюза называется с рс и вайверс или выжившие пишем на доске или прикрепляем к ней магнитиками порядка 15 карточек с различными предметами а которые практичны которые мы используем повседневной жизни там например bottle of water матч из спички и так далее просим каждого ученика вот тут важный момент дефицита чтобы чуть-чуть всегда было недостаточно просим выбрать всего пять предметов и представить как он или она их использовали бы на необитаемом острове то есть они себе набирают пять карточек и говорят я буду использовать спички чтобы разжечь огонь или я буду использовать воду чтобы там приготовить суп там да или чтобы пить можно другие какие-то предметы предложить рюкзак там да или что угодно на что у вас фантазии хватит какие у вас карточки есть и попробовать пофантазировать как они бы выживали при помощи этих предметов на необитаемом острове так снежный ком а вот эту практику как раз и хорошо применять когда вы прошли порядок прилагательных в английском предложении также они садятся кружочком посередине помещается какой-то предмет например пенал панама все что есть под рукой ручка книга и так далее садимся вокруг наблюдаем за этим предметом смотрим какой он да и постараемся назвать как можно больше прилагательных чтобы его охарактеризовать например первый говорит а здесь из обе пенсел кейс следующий по цепочке говорит здесь а бега буду пенсел кейс и так далее чем больше тем лучше и предметы можете менять можете за одну игру использовать там три четыре предмета я думаю это быстро весело и не требует большой подготовки у них перед глазами схема порядка вот этих прилагательных и они смотрят так и здесь идет размер материал происхождение может быть это у нас пенал английский или китайский вот пускай практикуется можно использовать на разных уровнях и в разноуровневых группах поверьте даже при подготовке к о г или е г не лишне вспомнить порядок прилагательных я всегда начинаю свой курс подготовки к о г или е г а с порядка слов и в частности порядка прилагательных в предложениях чтобы потом уже к этому не возвращаться и так седьмая активность называется история по цепочке или chain story у джона хьюза мы рассказываем здесь разные истории вот буквально вчера на уроке с шестиклассниками с лицеистами я пробовала такую активность мы проходили тему jobs профессии и в одном из упражнений в рамочке были слова которые надо было употребить ставить в предложение я им предложила альтернативу вот пожалуйста у вас слова boss office staff телефон report и так далее у нас и существительные глагола там были давайте придумаем историю с этими словами история получилась уморительнейшая мы смеялись просто вот но буквально до боли в животе потому что я начала например однажды теплым летним утром я пришла в свой офис и дальше уже начали ребята по цепочке добавлять суть в том что каждый вводит в рассказ новое слово в своем предложении продолжая мысль предыдущего учащегося и вот получается очень такие нетривиальные истории потому что ребята у нас креативные они много всего могут неожиданного придумать ну или вот чтобы улучшить это активность можно использовать предметы какие-то живые которые перед ними были бы может быть у вас какая-то другая тема сейчас или карточки опять прикрепляете к доске или раскладывайте перед ними на столах в общем цель рассказать историю вплетая в повествование все новые новые и изучаемые слова еще более интересно получается если они сами выбирают себе слова вслепой что еще хотела дополнить здесь тоже буквально вчера вот это мы делали в учебнике например дается просто слова в рамочке запомните следующие слова и словосочетания там были слова как реагировать на новости или как реагировать на какие-то реплики в диалоге там например было зацами и зин конгратулейшн рили вау я конечно мы просто могли бы прочитать их по цепочке и запомнить или бы я сказала давайте-ка разыграем диалоги но так получилось что диалоги у них немножечко уже такие заезженные заезженная практика на уроках языка в школе а мы занимаемся с ними дополнительно английским и я сделал решила сделать такой нестандартный ход все дети у нас обожают мемы я принесла в класс игру мемология есть такая версия продается на вэлдберрис мемология 6 плюс я вывалила им целую кучу карточек с мемами и говорю подберите мне пожалуйста под каждую реплику под congratulations really i didn't know that и так далее вот подберите пожалуйста мем и прикрепите его рядом с написанной фразой на доске они с удовольствием этим занялись и потом у них даже сама собой получилась какая-то история с этими репликами связанные с теми персонажами которые были на этих карточках с мемами вообще мемологию частенько использую они очень любят эту игру я перевела уже кучу ситуации наверное больше 50 ситуаций которые подходили им по возрасту да и по актуальности я перевела их на английский и теперь мы с удовольствием в это играем по стандартным правилам игры просто ситуация у нас на английском так ну немножко отвлеклись продолжаем дальше восьмая активность сегодня это детективы приносим на урок какой-то значимый для вас но с виду обычный предмет шарф кружка ручка и просим учеников додумать историю которая у вас с этим предметом связана может быть этот они скажут этот шарф подарила вам ваша дочка она его связала сама может быть они скажут эту кружку вы купили в путешествии там туда-то туда-то да вот пытаются какие-то версии выдвинуть они же детективы а потом вы им рассказываете настоящую историю связанную вас с этим предметом то же самое могут сделать и они дать им задание принести на урок предмет с которым у них что-то связано но не очевидно глядя на этот предмет нельзя сказать конкретно что именно и вот так вот поделиться воспоминаниями получается очень такой теплый неформальный урок опять же стимулируем устную речь очень даже хорошо они могут даже написать что-то подготовиться потому что сразу выйти в речь не всем легко поэтому можно просить написать их всегда регламентируя сколько писать потому что они не любят писать я говорю напишите 3-5 предложений говорю ну ты же можешь написать предложение сколько у тебя уходит он говорит одна минута чтобы написать предложение я говорю ну вот потратить 3-5 минут и у тебя будет выполнено домашнее задание или давай я тебе страницу вот из учебника задам как обычно из рабочей страницы нет нет я напишу вот хотя бы как то так но стимулировать надо 9 это очень интересная тема можно ее использовать в летних лагерях но если достаточно времени если располагаете временем не спешите никуда по плану то можно использовать и в обычном учебном процессе это съемка рекламного ролика расспросить учеников как бы вот вводную такую активность делайте расспросить их о том какая реклама им нравится какая раздражает да какая реклама вирусная да вот можно кстати вот сказать почти никто не знает как будет прилагательного слова virus viral вирусный да вот можно об этом как раз рассказать какая реклама нравится какая не нравится какая раздражает какая классная какая плохая low quality непотребного качества а потом скажите а снимите-ка вы собственный рекламный ролик если вы так всю рекламу раскритиковали если она вся такая вас раздражающая вот вам несколько предметов выбирайте любой и разрекламируйте его напишите текст может быть какой-то диалог разыграйте снимите на телефон вот это они с удовольствием этим займутся естественно этот процесс надо контролировать и группы делать маленькими потому что в большой группе кто-то запросто у нас отсидится если у вас класс большой группа большая то логично делить на две на три маленьких команды чтобы в команде было человека по два по три это достаточно чтобы придумать спродюсировать и представить этого по-моему хватит итак они уже будут иметь определенную задачу да расписать достоинства этого предмета почему людям надо его использовать да какую нам выгоду принесет можно написать эти опорные пункты на доске что должен включать их рекламный ролик им будет так легче потому что вот брать из воздуха идеи тоже бывает нелегко но этот процесс надо немножечко инициировать помочь да и дальше оно все само пойдет они все сами могут они умнички это конечно активность больше подойдет для средней и старшей школы и наконец десятая активность это вариация вот этой игры разновидность предыдущей игры здесь они уже более тщательно готовятся может быть это частью домашнего задания пишем рекламный текст не называя сам предмет то есть их конкуренты назовем так их другие одноклассники одногруппники они не знают над каким проектом над каким предметом трудится другая группа это важно и они должны так расписать чтобы с одной стороны покрыть все достоинства всевозможные достоинства всевозможные применения но не называя сам предмет ну например прорекламировать пиццу как мы делали в прошлом учебном году прорекламировать пиццу прорекламировать мороженое да или какой-то вот обычный самый обычный предмет например прорекламировать карандаш цветной или черно-белый неважно там целые прямо знаете драматические истории были с роликами в тик токе со скримерами там потому что это все делалось под хэллоуин куда же без скримера в общем можно привязать и к праздникам и к изучаемой теме по возможности конечно а можно сделать вот прям просто отвлеченно видим предмет вслепую его например вытягиваем конкурентам не показываем пишем текст и представляем его остальные пускай догадываются кто больше всех угадал тот и получает какой-то приз да какой-то не знаю материальное нематериальное поощрение освобождение домашнего задания да там сертификат на двойку когда он вам выдает сертификат и вы ему не ставите двойку ну кто работает в школах возможно такие вещи часто используют все эти активности о которых я сегодня рассказала по всем десяти можно придумать какие-то вариации как-то их примерить на ваш предмет на вашу программу на вашу про сертификат круто да я вот сама не так давно об этом узнала что в одной школе учитель в начале учебного года в начале триместра выдает детям такие маленькие мини блокнотики там один листочек сертификат на двойку то есть когда учитель предъявляется вот этот листочек он не ставит двойку один листочек на освобождение домашнего задания и один листочек еще на что-то не помню какую индульгенцию но в общем отпущение школьных грехов и во время разных активностей в течение учебного года или четверти ребята бились за право получить еще одну какую-то вот эту вот индульгенцию то есть она у них по праву у каждого была по одной шансу на учебный год у всех было но они хотели себе еще добивались права бездомашнего задания или бездвоек в общем-то это хороший такой способ нематериального поощрения согласитесь потому что я знаю многие там приносят какие-то шоколадки но шоколадки сейчас трудно удивить возможно кому-то нельзя шоколад и так далее я сама раньше думала что же им давать какие-то сладости или еще что-то в качестве призов сейчас смещаюсь в сторону каких-то маленьких книжечек с кроссвордами или с какими-то головоломками или наборов концтоваров или тетрадей по-английскому для записи иностранных слов с каким-нибудь интересными обложками и справочным материалом вот это заходит как правило хорошо ну вот видите кто-то вот использует сертификат я тоже считаю вполне может иметь место быть итак если подводить итоги то что я тут вынесла в итоге использование подручных средств в изучении иностранных языков имеет большое значение является хорошим подспорьем учителю вот действительно действительно это очень хорошая вещь которая выручает помогает немножечко переориентироваться перезагрузиться когда рутина уже порядком поднадоела и вам и ученикам когда позволяет время когда позволяет программа возможно этот маленький вебинар натолкнет вас на какие-то мысли касательно собственных детей собственных учеников что-то может быть придумайте дальше решаем речевые проблемы вот как раз тот момент про который я говорила что они не хотят стесняются не говорят из них вот слова не вытащишь даже приходя в частные учебные центры к репетиторам все равно продолжаются вот эти вот односложные ответы наши же сегодняшние активности не предполагают никаких односложных ответов здесь хочешь не хочешь придется выстрадать из себя сначала выстрадать а потом уже будет более легко выходить предложение за предложением но как мы все знаем самое трудное это начало труднее всего это начать а эти активности они как раз дают нам с вами шанс более легкого начала может быть это некоторые из них могут стать айсбрейкерс когда мы ломаем лед разбиваем лед между участниками новой группы вот собралась у вас новая группа новый класс они друг друга не знают вы их не знаете и как-то процесс идет немножечко напряженно вот как раз такие вот маленькие монетики они сближают сплачивают помогают нам уйти от всяких неловкостей далее активизируем мыслительную деятельность это как я в шутку их называю побочные эффекты от нашей с вами игровой активности от нашей игровой практики да активизируем творческое мышление нестандартное мышление как нестандартно использовать тот или иной предмет что с ним можно сделать да какое продолжение может быть о той или иной истории да они начинают фантазировать и высказывать это говорить нам очень это надо чтобы они говорили быстро вспоминается уже заученные слова и фразы конечно мы можем и я считаю должны особенно это касается средней школы делать какие-то опорные конспектики для них подсказочки писать на доске слова или фразы ключевые по которым они могут составить какое-то довольно таки большое связное устное высказывание им на этих этапах обучением им на еще нужно но чем дальше тем скромнее могут быть ваши подсказки могут и должны быть скромнее ваши подсказки дальше уже сами можно использовать для закрепления грамматических конструкций мы все понимаем что иностранный язык это вещь достаточно такая клишированная много очень конструкций грамматических лексических я даже часто говорю детям что это своего рода формулы как у вас физики да можно выучить формулу а потом в эту формулу подставлять различные значения и решать задачу вот мы с вами тоже решаем задачу только коммуникативным мы хотим что-то сообщить а для этого нам нужна вот эта конструкция чтобы мы звучали грамотно и естественно поэтому чтобы мы смогли сказать об этом на английском хорошо и грамотно вот давайте запомним такую формулу чертим на доске формулу и показываем как в эту формулу можно подставлять различные слова и получать все новые и новые смыслы используя одну и ту же основу вот я своим ученикам предлагаю мыслить как будто это формула даже замечала что ученики у которых все хорошо с математикой у них как правило и с иностранным языком тоже неплохо потому что опять же проводим аналогии да и при помощи этих аналогий расширяем свой словарный запас многократно да опять же пришла вот сейчас в голову идея по поводу формирования синонимичных и антонимических рядов что тоже поможет более быстрыми да семимильными шагами развивать их словарный запас возможно на одной из следующих встреч расскажу про игры с синонимами и антонимами но возможно у вас уже и сейчас есть какие-то идеи по этому поводу поэтому если вы мне сейчас об этом расскажете в комментариях будет очень здорово но если не расскажете начали только думать в этом направлении тоже будет хорошо прибережем до следующих наших встреч итак дорогие мои коллеги подводя итоги хочу сказать что не бойтесь экспериментировать не бойтесь вводить неформальные игровые компоненты посмотрите по-новому на те предметы которые окружают вас в классе возможно они таят для себя новые возможности в обучении да если у кого-то есть вопросы вы можете их задать или поделиться впечатлениями от сегодняшней встречи я вывела на экран источники литературы к сожалению последнюю книгу скачать в открытом доступе у меня нигде не получилось найти и скачать ее не получилось но я использовала отрывки главы отдельные которые если покопаться можно найти так первые две статьи я нашла в киберленинге вообще часто пользуюсь этим ресурсом при подготовке к вебинарам поэтому советую если кто-то еще не пользуется на последнем слайде у нас ссылочки у меня ссылочки на соцсети первая ссылочка это группа рекомендую в нее вступить это группа ресурсного центра иностранных языков методистом которого я являюсь скоро мы запускаем новый сайт он у нас позиционируется как сервис аренды электронной учебной литературы арендовать можно книгу на месяц или на год в любом случае это будет как минимум на 30 процентов дешевле чем если ее купить некоторые книги у нас достаточно редкие и дорогие поэтому аренды это выход чем отличаются пособия у нас в ресурсном центре тем что они по редким узким специальностям предназначены в основном для СПО и вузов то есть практически все от нефтедобычи до кружевоплетения музыки все 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 можно найти все разделено будет по коллекциям новый сайт мы еще не выложили в открытый доступ но совсем скоро я надеюсь это случится и тогда у нас будет презентация нашего проекта я вам подробно расскажу чем он может быть нам полезен открою секрет там не только книги не только книги но еще и готовые уроки иностранного языка которые я долго и старательно создавала так и вторая ссылка это на мою личную страничку заходите дружить знакомиться всех приглашаю собственно на этом у меня сегодня все если есть вопросы комментарии замечания пожалуйста приглашаю в чат пишите и и и и и и